Добрый день, друзья! С вами Варчик и вы меня очень часто спрашиваете, куда деть нашу голду с коробкова, которую мы накупили. И чаще всего спрашиваете, какие премтанки стоит покупать. У нас есть голда, мы ее хотим потратить и скорее всего мы ее хотим потратить на премтанки. Но хочу вас заверить, что это не единственный способ потратить голду. Про премтанки я сейчас расскажу, какие есть смысл покупать в этой игре, а какие нет смысла. Я не знаю, когда они там по голде будут продаваться, есть которые сразу в клиенте продаются за голду, есть которые на новый год сейчас добавляют, но календарь сейчас закончился и в принципе непонятно. Но иногда добавляют новые танки в ветки и их можно покупать за голду. Так что за премтанки я расскажу, какие у меня есть. Я на них отыграл довольно-таки много, что на восьмом уровне отыграно 20 тысяч боев, даже чуть-чуть больше. То есть в основном я играю на премтанках на восьмом уровне и я знаю о чем буду говорить. Про премтанки я очень много знаю, поскольку в топе по боям у меня в основном премтанки восьмого уровня, да и в принципе у меня в ангаре в основном одни премтанки. Я это буду брать не с потолка, на всех этих танках я переиграл очень много боев, есть танки, которые мне очень сильно нравятся, есть танки, которые я не могу терпеть. Так вот я сначала вам скажу, что голду можно еще тратить, переводя ее в свободку. То есть у нас есть на аккаунте нераспределенный опыт, его мы можем набивать, выключая галочку на премтанках и на танках, которые полностью изучили все модули в ветке прокачивания. На них можно убрать галочку и самому слабому члену экипажа по опыту бонус к опыту идти не будет, а этот опыт будет идти в нераспределенный и потом уже его можно перевести за голду в свободный опыт. Одна голдинка это 25 опыта, но лучше дождаться какой-нибудь акции, когда будет за одну голду допустим 35 свободки, а бывало вроде и 45 когда-то один раз. И в эти моменты, если у вас есть голда, можно перевести ее в свободный опыт, но для этого нужно ее сначала накопить. Видите, что у меня есть куча танков, на которых накоплено очень много опыта такого и его можно перевести. И потом за этот свободный опыт, чтобы изучить допустим 8 уровень, нам нужно 127 тысяч свободного опыта, либо джоб девятку изучить там 152 тысячи, чтобы десятку 252. Каждые ветки нации там танки отличаются по количеству, но примерно цифра у всех одинаковая. И таким образом мы можем за голду проходить убогие танки, на которых невозможно играть. В этой игре всегда будут танки, которые убогие, поскольку это дополнительный доход. Всегда в этой игре были кактусы и имбы. Сколько я в нее играю, очень долго, давно, всегда в этой игре есть кактусы. И если у вас есть лишняя голда и вам некуда ее деть, рекомендую проходить кактусы за свободку. Либо, как минимум, хотя бы выводить эти кактусы из стокового состояния в топовое. За эту же свободку можно изучать модули и выводить танки в топ, для того, чтобы не страдать в стоке. На эти два момента стоит заострить внимание, если вы что-то качаете. Итак, теперь давайте поговорим про второе место, куда мы можем воткнуть нашу голду. Мы, конечно, можем еще купить дни према на эту голду, но, допустим, мы хотим премтанк. И сейчас я вам расскажу, какие премтанки стоят брать, какие не стоят. За низкоуровневые премтанки ниже шестого левела я ничего не буду говорить, потому что, скорее всего, большинство их расценивает как мусор. И я, в принципе, то же самое думаю. Я не люблю так низко играть на таких низких левелах. И, в принципе, я за них сказать почти ничего не могу. Поэтому я их пропущу. Итак, навыбирал я тут с шестого по восьмой уровень премтанки, который у меня есть в ангаре. Получилось 71. Итак, давайте смотреть. Т-25-2. Этот танк, в принципе, выдавали старичкам. Нормальный, обычный ЛТ. В принципе, на нем можно играть. И вы его не купите, поэтому... Ну, пусть будет. ЛТ-432. Сомнительный танк, который требует изначально уже, чтобы у вас был экипаж. Желательно даже фиолетовые модули. И, в целом, на нем еще придется все равно потеть, потому что у танка везде чего-то не хватает. Он медленно поворачивается. Не особо без динамики. И обзор у него не особо. И, в принципе, и пушка не сильно стабилизированная. Но особо она не кривая. Но, в целом, танк, даже с хорошим экипажем и модулями, все равно какой-то не очень. И, при этом, при всем, на нем еще придется потеть, даже если вы все хорошее на него поставите. Купить этот танк, чтобы качать экипаж, не получится. На нем уже надо экипаж, потому что сам по себе танк вообще ничего не может. Поэтому этот танк, в принципе, я рекомендовать не могу. Фармить на нем вы будете нечасто. Поэтому я не знаю, зачем этот танк нужен. Мне он не нравится, как легкий. Если вам нужен легкий танк, я рекомендую Т-92. Это реально легкий танк. Реально офигенный геймплей у него именно легкого танка. А не вот это вот какой-то недо-танк. Есть, конечно же, люди, которым и этот танк нравится. Я бы не сказал бы, что это самый плохой танк. Но рекомендовать его я не могу. Если он вам нравится, пожалуйста, играйте. Но есть танки намного лучше. Следующее. Т-34-85 Руди. Довольно-таки хороший имбовый, я бы даже сказал, танк. С нормальным пробитием. Тем более у него еще собака есть в середине. Она там когда-то раньше гавкала. Сейчас, видимо, не кормили, не гавкает. Иногда что-то рикошетит. Пушечка нормальная, пробивает. ДПМчик. Альфа нормальная, как для шестого уровня. В целом, танк удобный, простой в использовании. Он очень хороший. Для шестого левела прям универсальный хороший танк. СТГ-Гвардеец. Этот танк я рекомендовать не могу почти никому. Только тем людям, которые уже заскучали в игре и хотят чего-то необычного. Хотят превозмочь что-то непревозмогаемое. Потому что танк без брони. Танк медленно ездит. Он неудобный. У него заднее расположение башни. У него есть альфа. У него нету. У него такой себе обзор. И в целом, танку не хватает везде по чуть-чуть чего-то. У него нормальная маскировка. Но в целом, полет снаряда не особо. Стабилизация не особо. Играть на нем тяжело. Он не особо удобный. Но превозмочь и какой-то там результат на нем сделать можно. Но непонятно для чего. Чисто ради себя научиться превозмочь непревозмогаемый танк. Решайте сами. Я этот танк вам не рекомендую. Вообще ни для чего. Кроме как превозмочь самого себя. ИС-2. В целом, обычный такой танк седьмого уровня. С деструктором. Рекомендовать опять же я его не могу. В целом, этот танк у меня валяется в ангаре. Я на нем не играю. В целом, танк вообще не нужен. Плюс еще, когда я на нем пробовал играть. Планка ВН-8 на нем где-то в космосе. И непонятно вообще за счет чего. Мне этот танк не нравится. А вот танчик КВ-122. Примерно то же самое. Только чуть меньше брони. И он побыстрее. В целом, и этот танк мне не особо нравится. Я считаю, что это два мусора. Ненужные в ангаре. Просто они там валяются. Но на КВ-122 как-то пободрее. В целом, это какой-то квас. Только на седьмом уровне. И что я могу вам сказать. Ну, обычный танк. Я не знаю, зачем он. На нем повеселее, чем на ИС-2 играть. Но я на нем тоже не играю. Для меня это какие-то мусорники, которые валяются в ангаре. Может кому-то нравятся ватные кривые танки седьмого уровня, которые страдают сейчас из-за балансировщиков всегда с девятками. Но мне не нравятся эти два танка. Они, на мой взгляд, не приспособлены для рандома. КВ-5. В целом, хороший танк был до патча 9.18. А теперь это какая-то помойка. И в целом, ему нужен новый балансировщик. Проблемы танка в том, что он пробивается не только в сиську, но и в маску. Да и в лоб башни пробивается. Плюс у него есть лючок. И в целом, брони у танка не ощущается. Разве что вы спрячете всю морду и будете показывать только часть борта. Бортами он танкует хорошо. Даже жопой он танкует намного лучше, чем лицом. У него есть ДПМ. В целом, на мой взгляд, этому танку нужно залатать лоб башни и дать УВН. И он будет играться поинтереснее. Но разработчики, как обычно, лепят фиг пойми что. На мой взгляд, этот танк сейчас вообще ни к чему. Пока не будет нового балансировщика. Тоже ни о чем. Защитник. Этот танк я могу рекомендовать для людей, которые любят тяжелые танки ближнего боя. Больше этот танк ни для чего не приспособлен. У него великолепная броня, как для восьмого уровня. Я бы даже сказал, тут какой-то корпус чуть ли не от десятки, девятки. Там броня очень жесткая. Но легко пробивается крыша. Хоть лючки небольшие, но они снаряды цепляют как магнитом. В целом, пушка имеет хорошее пробитие. Альфу, но очень кривая. Кривейшая. Найкривейшая, что я видел. Конечно, там бывает еще кривее пушки. У всяких ИС-3 с МЗ. По циферкам там еще кривее, чем у защитника. Но этот танк в целом играбельный для ближнего боя. И статистику он свою отбивает. По статистике он очень хороший. Но геймплей на любителя. Если вам нравится геймплей ближнебойных тяжей, то этот танк я вам рекомендую. Если вам не нравятся кривые пушки, и вы не особо любитель тяжей, то лучше и даже не задумывайтесь. Если вы любите СТ или какие-то точные пушки, ЛТ, то этот танк вы будете ненавидеть. Я его тоже ненавижу. Только из одного. У него кривая пушка. Он мне во всем нравится, кроме пушки. Она тупо корявая. Я люблю СТ с точными пушками. Это не мое. ИС-6. Этот танк я получил много лет назад за марафон. Первый марафон, в котором я участвовал в World of Tanks. Награл я на нем там 1500 или 1600 боев. Танк офигенный был много лет назад. Он славился своей круговой броней. И был в целом очень прикольный, интересный. Танк тупо кайф. У него, конечно, корявая пушка, но ДПМ у него был получше, чем у ИСа-3. И он мог бодаться, пробивать ему голову, если попадал с точностью 0.46. В целом танк был очень интересный. Особенно, когда ты попадаешь в топ, круговая броня реально начинала ролять. Сейчас же этот танк, не знаю, с девятками круговая броня ни о чем. Потому что он во лбу недостаточно бронированный для девяток. А борта там уже и не о чем говорить. Конечно, можно и на таком танке попытаться что-то вымучить. Но единственное, кого вы начнете вымучивать, это себя. Поэтому танк тоже ни к чему вообще сейчас. Пока нет бы нового нормального балансировщика, все льготы, помойка. СУ-100-Y. Это что-то невероятное. Я на нем играл несколько раз, но я даже не знаю, что сказать. Это какой-то непройденный для меня маршрут. Я не знаю, что это вообще. Такое просто ужас. Поэтому я ничего не могу про него сказать. Играть на нем с одной стороны крайне тяжело, с другой стороны здоровенный альфа. Не знаю. Сомнительного удовольствия танк. ИСУ-122. Очень скорострельная пушка, деструктор. Но деструктор у него не 0,46, как у всяких ИСов шестых. У него 0,41. И скорострельность тупо адовая. Но брони никакой. Ездит он корявенькая. В целом, если кто-то подставится, то можно по 390 нахлопать довольно-таки быстро. Но больше этот танк ничего не может. Он может только быстро выплевывать снаряды по 390 альфы. На седьмом уровне это прикольно, но в нынешнем балансировщике я боюсь на этом корыте выезжать в рандом. Если бы его кидало помягче, не к девяткам там всяким, то может быть, я бы на нем, может, когда-то играл бы. Прикольно всаживать по 390 очень быстро. Но опять же, это довольно-таки тяжелый геймплей в плане того, что нужно себя заранее позиционировать в бою так, чтобы ты мог и настреливать, и не подставляться. СУ-122-44, конечно, повеселее. Тут и силуэт поменьше, и броня поинтересней. Танк примерно страдает теми же болячками, как и СУ-122. Ему нужен помягче балансировщик. СУ-130ПМ. Танк, который недавно был выдан за марафон тем, кто его прошел. Танк в целом нормальный, сбалансированный. Ни имба, ни какашка. Больше с упором на маскировку. И если его будут продавать, я бы не рекомендовал бежать, сломя голову, его покупать. Поскольку этот танк какого-то такого геймплея между Борщом и Ваффентрагером 9 уровня. Это далеко не Скорпион, это не убийца Скорпиона, это скорее модификация Борща. Да и в целом параметры схожие с Борщом. Плюс-минус разница там в некоторых местах на небольшие циферки и все. В кустах этот танк играется нормально. Но это не универсальный геймплей, и не во всех боях получится показывать что-то невероятное. Иногда, когда вы хорошо станете с куста, вы сможете пострелять, если враги подставляются. А так, в целом, большинство боев вы будете просто стараться хоть что-то нанести, и в целом все. Пушка неплохая, маскировка неплохая, башня неполноценная, играть не столь удобно, и танк не особо быстрый. Я бы даже сказал, что он медленный. Поэтому этот танк на любителя, кто любит там на Борще постоять полчаса в кусту, этот танк вам может и зайдет. Для большинства этот танк просто обычный, проходной, особо можно не задумываться даже про него. Черный Бульдог. Это такой вот ЛТ, который может играть позиционочки и своей Альфой 240 напукивать урон. Активно светить на нем не рекомендую, поскольку он горит и взрывается во все части корпуса. В жопу он горит сразу, в НЛД там боеукладки разрываются, и очень часто можно видеть, как бульдоги всякие ездят с горящим пердаком и улетающей башкой. Поэтому этот танк для людей, которые очень аккуратные и внимательные. В целом на этом танке играть не так уж и легко. Да, урончик напукивать можно, подсвечивать аккуратно, пассивно, но активно лучше не светить. Он здоровенный, в него легко попасть, легко убить, он взорвется и сгорит. Поэтому этот танк рекомендую только всяким статистам, киберспортсменам и людям, которые прям, ну очень внимательно и аккуратно играют. В целом танк для меня, как легкий, не особо мне нравится, поскольку на легком танке все-таки хочется поиграть активно и весело. На этом танке так не получится. Шмальтурм, премтанк шестого уровня, средний немецкий, очень офигенная, классная пушка, но он очень скучный, унылый, потому что он не едет вообще. Поэтому, ну не знаю, зачем этот танк, просто мусор валяется в ангаре. Не могу рекомендовать. Пушка офигенная, но он просто скучный. Пантера М10. Этот танк, который я могу очень рекомендовать, прям в первую очередь, любителям средних танков и тех, кто любит и умеет играть от ДПМ. Здесь пушка примерно такая же, как у Е25, только циферки чуть хуже, потому что у нас есть башня, у нас есть скорость, у нас есть немного брони. Семерок и шестерок мы можем ромбовать. В целом, это не прям тяжелый танк, но отбивает всякие семечки довольно легко. Также у него присутствует великолепный немецкий таран. С ноги можно хлопнуть любую ЛТшку и некоторые СТшки. Танк рекомендую, в первую очередь, потому что он еще и льготный. Вы будете играть максимум с восьмерками. Девятки вы не увидите никогда. Также он фармит довольно-таки неплохо. Пробития хватает, если вы не криворуки и жопа ног. Пантера 8.8. Этот танчик я вам рекомендовать не могу, поскольку еще несколько лет назад он уже устарел. Сейчас я даже боюсь на нем выехать в рандом, поскольку он даже раньше был уже какой-то сомнительный. У него нормальная такая средняя подвижность, нулевая броня, он здоровенный такой коробок. И в целом у него скорострельность великолепная. Но единственное, что пробитие у него чуть-чуть ниже среднего. Поэтому на нем надо где-то так сподтишка стрелять и напукивать урончик, пользуясь своим ТПМ. В целом, на танке играть крайне тяжело, он не очень выживает и сейвиться на нем трудно. Муц, как и большинство СТ-шек 8 уровня с новым балансировщиком устарел, поскольку пушечка 240 кольфы и пробитие 212, играя по КД с десятками, уже не торт. Единственный танк с такими параметрами пушками, который торт, это прожетто итальянский, потому что у него барабан, а остальные, пока там что-то пукнут со своей альфой 240, это не очень. Поэтому муц уже тоже устарел, хоть он и получше Пантеры 8.8, поудобнее, немножко иногда снаряды от него отлетают, УВНчики в принципе поправили, раньше у него на фонари пушка не опускалась, потом разработчики подумали и все-таки опустили пушку на фонари, но в целом танк от этого не прям уж сказать, что сильно изменился, просто удобный обычный танк, я его рекомендовать не могу, поскольку он ну просто средний такой обычный танк, не имба, не говно, просто обычный и не знаю зачем он, просто устаревший мусор валяется в ангаре, Тигр 131, очень хороший танк, такой же хороший как и японский Тигр, они тупо одинаковые, этот просто желтенький, а тот зелененький, вот и вся разница, японский и немецкий Тигр 6 уровня обладают нормальной такой альфой, пробитие достойное, как для 6 уровня, ДПМ плюс хороший обзор делает этот танк очень жестким, да, брони у этого танка нету, ездит он, как и тяжелые танки, не очень, но если вы хороший, внимательный игрок и любите песок, то этот танк довольно-таки неплохой, да, это, конечно, не какие-нибудь там ОНИ, ОИ или еще какая-нибудь подобная параша, где стрелять нужно в силуэт, но если вы хороший игрок, этот танк удастся вам легко, но опять же, я не знаю, зачем премтанки 6 уровня вообще в игре нужны, они у меня валяются в ангаре, я на них не играю, но в целом я знаю, что они неплохие, я много раз на них играл, и даже на японском тигре 6 уровня, он такой же, как и немецкий, у меня там иногда были такие бои жесткие, что просто капец, ВК 4503, премтанк 7 уровня, немецкий, тяжелый, вы видите, что на нем когда-то я три отметки тоже получил, как и на большинстве премтанков, но сейчас я на нем в рандом не поеду, поскольку балансировщик этот танк тоже убил, он не едет, у него нет брони, он здоровенный, борта высокие, у него есть нормальная пушка и больше нет ничего, этого очень мало для того, чтобы бодаться каждый бой с девятками, поэтому этот танк не рекомендую, он очень сложный, ВК 168.01 танк, который раздавался за марафон, также этот танчик еще можно было купить чуть позже, у кого-то он за марафон с велосипедом, у кого-то он купленный и вот так вот выглядит, в целом, что могу сказать про этот танк, ну, пушка у него нормальная, как для тяжа, альфа, пробитие, все хорошо, бортовая броня там и на ВЛД что-то там плюс-минус есть, единственное, что у меня в пулемете довольно-таки часто пробивает, лючок здоровенный, в целом, по выживанию на этом танке сказать что-то сложно, поскольку убивает его довольно-таки легко, и от фугаса страдает он много, и от голды, и в принципе, на этом танке сложновато играть, в целом, танк не рекомендую, он очень слабый, для нынешнего балансировщика он не подходит, ему не хватает брони для того, чтобы каждый бой бодаться с девятками и десятками, лев, в принципе, этот танк поинтереснее, чем в ВК-168-01, но рекомендовать его не могу тоже, поскольку он не едет вообще, и альфа у него поменьше, 320, пушка, конечно, великолепная, лобовая броня, да даже круговая броня у льва достойная, танкует он довольно-таки хорошо, даже НЛД иногда не пробивается, поскольку там подобавляли всяких планочек корявых, и этот танк иногда танкует жестко, конечно, если ВБР захочет, то вы на нем ничего не танканете, но опять же, он очень медленный, сейчас много фугасовой голды, и этот танк рекомендовать не могу, но в целом, если вы сможете стать удобно на этом танке в позицию, вы сможете сделать хороший бой, но это надо много обстоятельств, которые от вас не зависят, это не для меня, танк хороший, в позиционках всяких, и в целом, он неплохой, но он очень медленный, поэтому он очень уныленький, не знаю, как этот танк можно рекомендовать такое, на полрубля, Крупштейрова Фентрагер, ну, это что-то невероятно двухсисечное на седьмом уровне, в целом, играть на нем неудобно, он ватный, он не едет, у него башня находится сзади, пушка на вот эти вот коробочки впереди не опускается, играть вообще неудобно, если вы какой-то такой вот невнимательный игрок, жопа у вас от него сгорит просто сразу, с первого же боя, пушка у него нормальная, но в целом, если бы он хотя бы ездил, окей, а так, ну, это просто ни о чем танк, просто ни к чему, не рекомендую, ни в коем разе, Е25, имба, которая находится в коробках, имба за марафон, имба, которую никогда не будут продавать, в целом, так оно и есть, это реально имбовый танк, который накаляет в топе все, он убивает всех танков, которые слепые, советские, там, не советские, ватные танки, всех крошит, КД у него нету вообще, просто дикий танк, если мы посадим в него экипаж, то у нас будет ДПМ 3400 с шоколадкой, это просто дичь какая-то, он свои семечки насыпает тоннами, танк, конечно, да, но в городе, допустим, на нем тяжеловато играть, я хоть и могу на нем поупарываться там в нужный момент, в борт кому-то заехать, но крутить на танке на маленьком, у которого нет башни, тяжелые танки в городе, это то еще удовольствие, а вот кустарные открытые карты, это то место, где Е25 раскроется вполне, тем более он еще и льготный, это жесть, Скорпион Г, это танк самый популярный на восьмом уровне по количеству боев, что можно еще сказать, он реально офигенный, он быстро ездит, у него есть башня, хоть и медленно вращается, да, из минуса у него нет брони, но пушка мое почтение, пробитие и альфа здоровенное, это просто кайф, танк реально стоящий, если вы еще умеете играть на СТ, то этот танк у вас раскроется целиком и полностью, поскольку иногда на нем можно даже сыграть активно, если вы внимательно все будете делать, то сможете даже немножко понаглеть и поездить активно, не только в кустах стоять, танк просто офигенный, рекомендую однозначно, если вы ПТ-вод, а если еще и любите играть на СТ, то этот танк именно для вас подойдет полностью, рекомендую однозначно, Т-92, американский такой вот клопик, интересный, похож на какую-то жабу, в целом пушка прям персик, такой стабилизации точности на ходу еще надо поискать, поэтому я этот танк и люблю, плюс он еще небольшого размера, отличная маскировка, очень быстро вертится, крутится, маневренность, быстрая скорость, просто кайф, это реально легкий танк, реально легкий танк, это не какая-то там здоровенная помойка, которую просто видно за километр, она взрывается и горит, это не какая-то там французская параша, которая там не ездит, не видит ничего там, где-то там вообще никакая, это не советская кусок неудобного бревна, это реально легкий танк, вы прям на него сядете, вы поймете, что это ЛТшка, он просто такой вот активный, агрессивный, весь четкий, такой классный, если вы любите ЛТ, именно этот танк я рекомендую однозначно. Тандерболт, СТ американский шестого уровня, в принципе танчик немного имеет брони, имеет хороший обзор у всех американских СТшек, там начиная с пятого уровня уже офигенные обзоры, поэтому этот танк, в принципе, если вы любите играть в песке, я могу порекомендовать, танк довольно-таки неплохой, если бы он еще ездил бы чуть поактивнее, было бы вообще весело, ну так он ездит средненько. В целом, танк довольно-таки хороший. Т26Е3 Игл-7, что я могу про этот танк сказать? Неплохо выглядит, он очень удобный, по циферкам этот танк лучше любой СТ-8, самый лучший, кроме одного параметра, он не едет, это был бы лучший и самый имбовый СТ-8, если бы он ехал, но он не едет, поэтому получается, что это недотяж и пере-СТ, вот такая вот какая-то смесь бревна с носорогом, я не знаю, что сказать, он просто офигенный, если вы уже приехали к врагам, а пока вы где-то едете, он никакой, потому что он не едет, сложно сказать, танк интересный, но из-за того, что он не едет, немного печалит, поэтому этот танк тоже рекомендовать не могу, только на свой страх и риск, он по циферкам и по геймплею реально очень сильный, но сука, он не едет, вообще не едет, прям не хочет ехать, из-за этого будут бои, когда вы не успели вообще пострелять, из-за этого я его не рекомендую, Супер Першинг, когда-то этот танк был, наверное, один из моих самых любимых для одного дела такого, это дело называется отдыхать в игре, я реально на нем отдыхал, просто закидывал ноги на стол, нажимал W пяткой и просто ехал на автоприцеле голдой стрелял по врагам, все, это был просто невероятный великолепный отдых, если я хотел пофармить, я переключал на ББшку и фармил, это просто шок, и в какое говно он превратился, просто никакой, просто никакой, он не едет, не танкует и в целом не очень, да, конечно, его там мапнули, он стал получше танковать, но против девяток он все равно никакой, да, иногда этот танк против некоторых устаревших невероятные вещи творит, но вы же не скажете всем врагам, чтобы они играли на старом дерьме, если вы попадетесь на этом танке против чего-то новенького и имбового, он вас съест и не заметит, поэтому этому танку, как и остальным льготам, нужен новый балансировщик, сейчас я его рекомендовать не могу, этот супер першинг, конечно, он может иногда сейчас что-то показывать за счет апа, но иногда ничего не может, поэтому не знаю, сложно рекомендовать этот танк, давайте дождемся балансировщика. Пилот, довольно таки интересный танк, тем, что у него маскировка также он еще очень хорошо танкует лбом башни, он еще довольно неплохо ездит, но пушечка у него довольно таки слабая, 7 уровня, 192 пробития, 240 альфа, стабилизация и точность хорошая, но альфа и пробитие малюсенькое, поэтому этот танчик, он очень удобный, приятный, кайфовый, но слабоватенький по вооружению, не дотягивает он до того, чтобы играть с десятками, девятками каждый бой, если бы балансировщик был помягче, этот танчик бы заиграл, а сейчас он ну дырявенький такой, то же самое можно сказать про паттанкер, когда-то я любил играть на этом танке, он мне напоминал все время пчелу, он конечно вроде какой-то там тигр или херпо мешо, но больше с этим шнобелем он похож на пчелу, это примерно то же самое, что и пилот только более бронированная, более жирная, более медленная и такое вот непонятное с виду, танк очень прикольный, интересный, удобный, от башни на нем играться приятно, но не против девяток и десяток, поэтому этот танк тоже в топку. гусь, что могу сказать про гуся, танк каждый год становится все более дурацкий и убогий, ну в целом я на нем отыграл 5 часов на стриме, жопа не горит вообще, я на нем отдыхаю так же, как когда-то отдыхал на супер першинге, результат он в целом даже какой-то там неплохой отбил, но не особо, так что-то там с натягом 2000 с хвостиком урона, пофармил серебро нормально, в целом танк еще не полностью засох, какашками не покрылся, но уже попахивает от него чем-то недобрым, поэтому этот танк уже я думаю через год будет вообще вонять, сейчас он уже немножко подванивает, танк конечно просто нормальный, не полная УГ, ну и не имба далеко, самое интересное, что в прошлом году на этот танк очень много сделали обзоров и гайдов куда его пробивать, все люди его просто там молниеносно вычисляли куда пробить и пробивали, в этом году некоторые походу уже подзабыли и некоторые умудряются стрелять ему в ВЛД, хотя есть люди которые еще не забыли куда стрелять в Гусю, но в целом танк уже такой вот, на свой страх и риск в принципе можно его купить и отдыхать, потому что напрягаться на нем смысла нет, быстрее он от этого не поедет, в принципе такой вот танк, который не особо нужен, ну и мешать в ангаре он тоже не будет, Крайслер ГФ этот танк в целом удобный такой вот подвижный как для тяжа, не особо конечно резвый, но в целом двигается, пушка у него такая какая-то слабоватая, но на фулл голде в принципе можно на нем поиграть, единственное, что каждый год у него куда-то броня исчезает, в начале он все танковал, если правильно ромб ставить, правильный ромб на этом танке, когда вы становитесь к врагу таким образом, чтобы пушка смотрела через каток на врага, это правильный ромб на этом танке, но почему-то каждый год он начинает пробиваться то в борт, то еще куда-то, в целом у него увяземых зон почти нет, у него сплошняковая броня везде одной толщины и тут ничего не пробивается, но иногда его как пробьют, что плохо становится, да и пушка играется только на галде, поэтому фармить на этом танке с девятками и десятками не получится, зачем этот танк вам нужен, я даже не знаю, мне он честно говоря не нужен, да и думаю вам большинству тоже он ни к чему. Т26Е5, этот танк в этом году меня разочаровал, буквально год назад я мог сказать с уверенностью, что это один из лучших премтанков восьмого уровня, а сейчас его чпокают в силуэт иногда, может конечно мне не повезло, но за два часа меня пробивали куда попало, пока я на нем стримил, поэтому ну если он еще и танковать перестал, то тут уже нечего говорить, пушка у него и так была без альфы, играть было на нем не так уж и легко, игрался он от ДПМа, от ДПМа как обычно играть тяжелее, тем более на тяжелом танке, поэтому этот танк превращается с хорошего в просто обычный и поэтому рекомендовать я его тоже не буду. Т-34, в принципе настрелять 2000 урона на нем не сложно, но танк прозвали куском, еще когда он только появился, в принципе ничего не изменилось, этот танк всегда будет куском, это обычный танк, не полное говно, не полная имба, просто обычный танк, что-то там танкует башней, пробитие хорошее, альфа хорошее, но медленный корпус вообще дыра пробивает все подряд куда попало в корпус, поэтому на этом танке довольно-таки тяжело играть, тем более в такие быстрые бои, как есть сейчас, но от башенки наносить урон в целом можно, ничего сложного в этом танке нету, но и сделать чего-то превозмогающего, чтобы затащить катку этот танк я бы его назвал какое-то мясо для рандома, просто очередной кусок хп, который ты видишь, убиваешь, едешь дальше, редко на этом танке встречаются умелые игроки, которые что-то могут показать, М56 скорпион, брони 0, пушка в принципе с пробитием, альфа маленькая 240, точность сведения хорошая, но в целом этот танк опять же непонятно для чего, просто ну не знаю я для чего он нужен, просто поставить в кустике на седьмом уровне, ну можно взять, честно говоря, для меня этот танк просто какой-то мусор лежит в ангаре, вообще не интересен, АМХ 1357 ГФ, танк довольно-таки прикольный, если на фулл голде понабивать ВН-8, у него очень любопытная и интересная пушка, с маленьким пробитием маленькой альфой, но в нем 8 снарядов, на этом танке очень легко выполнять ЛБЗ, в котором на первых трех там или скольки минутах нужно сделать сколько-то там пробитий, этот танк четко подходит под это ЛБЗ, больше в целом на этом танке делать нечего, фармить серебро вряд ли на нем получится, пушка довольно-таки с плохим пробитием, кэдэшится он очень быстро, но в целом на этом танке можно поугарать, выполнить одно ЛБЗ, ну и в целом он не особо нужен для ангара, такое полумусор, полуинтересный танк, чисто за счет того, что он необычный. Елси Эвен-90, танк наверное из премиумных, который обладает наилучшей маскировкой, но кроме маскировки у него нету вообще ничего, просто ничего нет, вообще, просто ноль, нулище, даже там минус, минус, просто минус, у него нету брони, у него нет веса, он умирает с тарана, у него нет хп, он не ездит, пушка корявая, очень корявая, танк тупо ужасный, тупо ужасный, на нем надо там потеть в кустах, играть в какой-то непонятный геймплей, в принципе этот танк наверное нужен для того, чтобы превозмочь самого себя, играя на недотанке и что-то при этом еще сделать, мне танк не понравился вообще, это просто странный танк, тащить на нем катки, ну я не понимаю зачем играть на убогом танке и пытаться что-то с него высрать, поэтому я не рекомендую вообще никому, револьвер, это один из самых дешевых ст-шек премиумных, рекомендую для тех, кто любит удобные классные танки, у него хорошие УВНы, странно, что такой здоровенный дрын в малюсенькой башенке опускается на 10 градусов, честно говоря, по историчности, если этот танк куда-то там не туда наклонит свою башню пушку, у него при выстреле башня нахер улетала, но в нашей замечательной игре УВНы 10 градусов можно стрелять себе через ногу там через голову куда хочешь потому что историчность Муразор взял на 10 пушек опустил которая еле влазит в эту башню ну пихуй танк удобный рекомендую но он не имба если вы хотите имбу то проходите мимо этого танка если вам нужен дешевый удобный приятный танк то берите это полу ПТ полу СТ потому что он медленный но очень удобный по пушке пушка крайне удобная и альфа 390 CDC в принципе на нем можно играть и сейчас только непонятно зачем потому что в эру фугасов на нем нужно потеть в 30 раз больше альфа 240 точность очень хорошая очень быстро ездит но стабилизация плохая также у него нет вообще брони и в рандоме этих танков вообще не найти просто как будто бы я даже забыл как он выглядит оказывается вот он как интересно выглядит интересно прям танк на котором взято 3 отметки я забыл как он выглядит вот это смех да прикольно в целом рекомендовать этот танк не могу поскольку на нем крайне тяжело играть вообще прям тяжело тяжело поэтому лучше револьвер тем более играть с девятками десятками на такой вате это забей лора 40 тонн вот здесь вот получше здесь есть скорость пробития альфа плюс барабан это офигенный танк если вы хороший игрок если вы не обезьянка то вы будете на этом танке просто карать танк офигенный просто персик фармит он нормально до паечек ставить чтобы пушка была еще круче потому что она немного кривоватая и в целом этот танк просто офигенный да конечно он большеватый и ватный но нужно аккуратно играть сейвиться переезжать скорость есть и использовать свой жесткий барабан конечно снаряда в нем немного но покусать любого врага вы сможете так что он просто охереет но убить вы с одного барабана не сможете SOMO SM довольно таки спорный танк поскольку у этого танка наверное одна из самых лучших пушек на восьмом уровне наверное самая лучшая пушка на восьмом уровне у премтанков такой стабилизации точности пробития плюс еще альфа 300 и 5 снарядов барабан 5 снарядов по 300 альфы с пробитием 232 точность написана 0.4 сведения 2.4 но в итоге вы когда играете на этом танке вы понимаете что все цифры которые пишут в ангаре это просто дерьмо потому что просто тупо стабилизация и точность прям офигенная конечно этот танк играется чаще всего в среднем ближнем бою может если отъехать на 500 тысяч километров он и не попадет но в средней ближней дистанции точность настолько офигенная что вы просто вот так вот кнопку зажимаете и как на калаше в контре просто тянете мышку вниз и на зажиме тра-та-та-та-та и 5 снарядов вы даете и хрен вы промажете ну разве что вы сами мимо танка не стреляете пушка наеофигеннейшая я такой охеренной пушки ни на одном барабане не видел обычно пушки барабанны это что это что-то кривое это что-то корявое непонятное а здесь не кривое здесь вот именно что наоборот оно очень офигенное но почему же этот танк непонятный он вообще не едет и у него броня просто говно башня пробивается просто плюнул пробилось все вот эти вот лючки на голове это просто забей броня есть только влд но влд заставить чтобы враг стрелял влд крайне тяжело это надо прям ему самому туда навести пушку и стрельнуть поскольку башня здоровенная мимо нее стрельнуть сложно хотелось бы конечно порекомендовать пушку от этого танка но в придачу к пушке идет вот этот говнотанк если бы отдельно это все продавалось пушку я бы рекомендовал но сам танк не могу поэтому здесь на свой страх и риск урон вы будете на нем набивать много много урона стабильно приятно вы будете прям получать кайф от того как вы зажимаете барабан но играть в целом на этом танке почему-то как-то тяжело он вообще не едет вообще не танкует поэтому на этом танке все-таки надо потеть но как-то по-своему танк я не могу рекомендовать на 100% брать его или не брать думайте сами мне на этом танке тяжело играть но приятно наносить кучу урона этот танк тащит бои крайне тяжело но легко наносит урон амx м4 м4 м49 что я могу сказать за этот танк я недавно на нем сыграл один бой и случайно взял три отметки я даже не заметил что я взял на нем три отметки было две я сыграл один бой и вышел из игры захожу вам делаю тут видос оказывается у него три отметки ну ладно пусть будет в целом что могу сказать про танк лобовая броня нормальная везде кроме головы вот этот вот это вот пасочка на голове это просто забей пробивается любыми брони там нет вообще она довольно таки большая попасть в нее легко ну и в целом что могу сказать борта здоровенные брони в них нет утанковать приходится только лобом танк очень большой страдает от фугасов да и в принципе в лоб его пробить довольно таки легко пушка у нас кривоватая сведение долгое альфа небольшая барабана здесь нет альфа всего лишь 300 пробитие 232 что я могу сказать что танк в принципе не нужен вообще да на нем можно отбивать результат но в целом он какой-то туговатый туговатый и ну если брать тяжелый танк то лучше уже брать что-нибудь другое этот тяжелый танк ну такой себе да конечно 3 отметки там какие-то средухи я набил процент побед у меня тоже на нем 65 но танк не доставляет удовольствия если вам нужен танк без удовольствия на котором тяжело играть ну пожалуйста но я рекомендовать это не буду фцм фцм 50т этот танк наверное на котором было сложнее всего взять 3 отметки самый сложный танк там на десятках легче взять 3 отметки чем на этом танке раньше на нем играли одни статисты по теле и нужно было просто неимоверные усилия приложить для того чтобы взять 3 отметки я этот танк покупал за свои деньги еще до того как начал стримить и я его чисто для себя купил для того чтобы получать удовольствие это первый прям танк который я купил в этой игре еще до этого прям танка у меня был И6 который я получил за марафон но этот танк я купил и не пожалел я прям на нем наигрался прям просто дальше некуда у меня 3500 боев на нем я просто до усерачки на нем играл танк просто офигенный был когда был нормальный балансировщик а когда балансировщик сдох я перестал на нем играть я уже не играю на нем пару лет вообще не играю это был наверное один из моих самых любимых танков сейчас ему там что-то по наапали в принципе вроде я доволен был апом но все равно я на нем уже не играю поэтому льготные танки конечно прикольно что их поапали они стали сильнее заметно сильнее но им нужен балансировщик их можно было бы даже наверное не апать если был бы нормальный балансировщик и они попадали часто к шестеркам и семеркам там даже без апа было бы хорошо ну да их апнули они стали прикольные но опять же играешь все время с девятками нафиг надо амx canon десаут 105 что могу сказать танк крайне неудобный неприятный по одной простой причине углы горизонтальной наводки очень убогие и при каждом выстреле когда вы сводитесь на врага очень часто приходится вертеться на месте и заново пересводиться пушка в принципе приятное точное пробитие там все есть все при ней но такое себе геймплей у этого танка какой-то непонятный у него вроде есть немного брони но он часто пробивается каждым выстрелом иногда что-то отбивает хп немного играть в ближнем бою от башни ну которой нету отрубки довольно таки не сложно но его легко пробивают играть задалека тоже тяжеловато потому что углов горизонтальной наводки нет в целом я не понимаю зачем этот танк на нем конечно можно там иногда какой-то результат набивать но играть на нем неудобно уж больно он какой-то кучерявый геймплей на нем тяжеловатый кроме вельбе довольно таки хороший премтанк британский наверное единственный хороший премтанк у британии остальные у него все убогие что я могу за него сказать танк в принципе хороший пробитие точность нормальная скорость хорошая есть еще такая интересная опция как таран но играть на нем тяжело поскольку стабилизации нет вообще и это надо научиться играть на танке без стабилизации я в свое время научился на амх-30 играть без стабилизации и для меня в принципе такие танки не составляют никакого труда но некоторые люди что-то как-то не умеют не смогли в танке без стабилизации я заранее подсвожусь выезжаю на первой скорости там из-за холмика из-за какого-нибудь укрытия и стреляю уже сведенный но сводится он как тяжелый очень долго не знаю танк в принципе хороший но нравится он немногим да и в принципе это танк 6 уровня для большинства это танк просто мусор потому что ну 6 уровень кому он интересен Чифт НТ-95 наверное один из самых бесполезных танков которые я получал на глобальной карте у него неплохая броня была бы если бы не такой лючок размером с Е25 пробитие у него слабенькое основной снаряд ББ но пробитие всего лишь 202 альфа 240 я не знаю зачем этот танк нужен он довольно таки прикольно выглядит так интересно но в целом я на нем почти никогда не играю потому что он ну вообще никакой просто никакой можно было бы конечно на нем поиграться если бы был баланс помягче так чисто по приколу ну сложно что-то про него сказать танк вообще ни о чем Центурион МК 51 рак пушка просто отстой как и у всех британских СТ-шек просто помойка этот танк только из-за того что пушка говно да у него есть лобовая броня ну нафиг она нужна когда пушка говно просто не нужна да и пробивается этот танк все равно хоть и броня лобовая потолще чем у остальных СТ-британия в целом танк вообще не нужен просто ни о чем не рекомендую то же самое могу сказать про ФВ-4202 танки без экипажа играются крайне отвратительно даже с хорошим экипажем эти танки на полрубля не могу их рекомендовать вообще британские премтанки просто помойка то же самое Керворднан экшен то же самое но наоборот пушка здесь хорошая она очень стабилизированная очень точная скорострельность пробития класс пушка офигенная вот эту бы пушку всунуть вот сюда или вот сюда было бы все намного лучше но это пушка в тяжелом танке у которого нет брони нет скорости нет ничего вы просто будете умирать всегда в нулину все мне кричали когда получили этот танк за марафон какая же это имба да че ты там мелешь это такой хереный танк прошел месяц ни одного танка этого нет вообще в рандоме вы его хер найдете потому что он просто убогий кусок говна люди на нем наигрались они поняли что он конченый на этом танке только кемперить а кемперить на ватном медленном тяже крайне сложно я в целом не рекомендую вообще британские премтанки ни один они просто конченые единственное что похоже здесь на танк кроме Вильбе и то это танк на любителя тем более он песочный шкода Т-40 если у вас уже есть экипаж то этот танк в принципе будет играться неплохо у него есть обзор есть альфа ездит он нормально но из экипажа нету я когда-то говорил что этот танк просто охеренный имба но когда-то я покатал его без экипажа и понял что он не такой уж охеренный потом я еще покатал ФВ-4202 без экипажа я понял что без экипажа большинство премтанков просто параша Тайп-64 очень офигенная ЛТшка шестого уровня стабилизация скорость башня медленно в принципе крутится это не сильно мешает но знайте что она медленно крутится а так на этом танке довольно таки легко и просто играть если вы внимательный нормальный игрок но опять же это шестой уровень песок такое Тайп-62 обычный танк седьмого уровня ни имба ни какашка просто ЛТшка если вы имеете нормальные прямые руки этот танк в принципе играться будет норм но я бы не сказал что это имба обычная пушка обычный ЛТ ничего сверхъестественного ничего интересного единственное что в этом танке может быть интересного если вы хороший игрок все кому-то этот танк нравится ну видимо эти люди хорошо играют на ЛТ кому-то вообще пофигу на этот танк мне этот танк ни туда ни сюда просто я знаю что он нормальный 59 паттон 3 отметки господи когда я умудрился на нем взять 3 отметки тоже видимо случайно короче говоря это по статистике худший премтанк 8 уровня возможно прошло время и он уже не самый худший может кто-то еще пробил днище но я думаю что одним из худших он остался все равно это просто пиздец оно не едет оно китайское взрывается горит куда-то там все ломается на голове 35 лючков слоеный торт из лючков я не могу его рекомендовать он просто неудобный и конченый он вообще неудобный у него пушка опускается на борт на влд не опускается на голове какое-то ядро ядерное он просто пиздец посмотрите он урод просто урод не рекомендую этот танк никогда в жизни тайп 59 танк который хотят получить до сих пор многие кто-то получил кто-то нет кто-то плачет что в коробках его нету но в целом что могу сказать танк очень удобный приятный прикольный плюс он еще льготный немного танкует иногда в целом танк хороший самое интересное в этом танке при том что у него такой вот корпус низкий такой вот советский компоновка советская такая вот у него пушка опускается на 7 градусов при таком низком силуэте 7 градусов это много у большинства танков такой вот компоновки у ВН 5-6 градусов у этого 7 это крайне удобно он рикошетный удобный приятный льготный танк в принципе прикольный но единственная его проблема в том что он льготный был бы нормальным танком а не льготным с еще более лучшими параметрами было бы прикольно а так страдать все время с девятками такое себе удовольствие ждем балансировщика 112 очень бронированный с лба танк в принципе на голде можно на нем сейчас побахать ВН-8 в целом больше этот танк ничем не интересен ВЗ-111 танк который мне нравился чуть больше чем 112 просто потому что он чуть быстрее у него точнее пушка но броня у него хуже ну а так то же самое пока балансировщика нет льготные танки не интересны ВЗ-121 танк танки снова заиграют новыми красками когда сделают балансировщик танк очень интересный и прикольный но сейчас на нем я думаю играть будет крайне тяжело брони нет скорости нет есть только удобные ВН и пушка и больше в принципе ничего нет а кстати из изюминок у этого танка пробитие голдой 275 кумулятивом это наверное одно из самых высоких пробитий у ст премтанков пудель что я могу за него сказать собака в принципе танк не интересен ничем да и в принципе и восьмого уровня польский премтанк тоже не интересен ничем потому что убийца защитника убил сам себя броня у этого танка говно пушка у этого танка имеет меньшее пробитие на лучшую точность в целом играть на танке неудобно у него единственная броня где есть это башня а башня находится посреди танка и играть от башни когда башня находится хер по меди крайне тяжело в целом этот танк вообще конченный просто неудобный и неприятный поэтому я его не рекомендую СТРВ М4257 альт а2 боже сейчас просто демона вызвал и прем 6 уровня с очень сильным барабаном но пушка не опускается не поднимается хотя у шведских танков обычно пушка опускается довольно таки сильно а здесь что-то короче не опускается он не ездит брони в него нету играть на нем крайне тяжело поэтому ничего не могу вам сказать я конечно взял на нем три отметки но это было давно и сейчас я боюсь что этот танк вообще неиграбельный разве что если вы дождетесь нового балансировщика Прима Виктория это то же самое дерьмище как и британские СТшки то же самое та же самая конченная это пушка я ее ненавижу как она называется 8,4 сантиметра Канни СТРВ 81 ну в принципе более ублюдской пушки найти просто невозможно здесь она называется чуть по другому QQF20 ПДР Гунтай Б Баррел пиздец ненавижу эту пушку сука самая конченная пушка в премтанках вот этот альфа 230 пробитие 226 и точность 0.33 по циферкам просто прелесть заходишь в бой просто конченная кривая говно фу просто говно ненавижу эту пушку просто конченная да на этом танке можно поиграться от башенки ну блин посмотрите 54% побед просто конченный кусок говна как и вот эти все танки с этой пушкой просто просто эти британские все танки просто говно говно говнище ненавижу не советую никогда в жизни СТРВ С1 это очень классный и замечательный танк наверное одна из лучших пушек в этом танке пробитие 288 альфа 390 точность офигенная стабилизация тоже по сути этот танк может играть только в один геймплей это защита баз там с кустов деф от врагов которые где-то там стоят на сасу больше этот танк не может ничего в атаку он не умеет защищается он офигенно так же если у врагов калибр небольшой он рикошетит а если калибр большой то пробивается в силуэт так же у него есть замечательные баки прям под пушкой в днище горит он туда довольно таки хорошо ну а так в целом танк очень офигенный фармит серебро довольно таки часто тоннами но если бои идут у вас такие что дефится негде кустов особой позиции нету то может серия боев даже быть ужасными а если карты складываются хорошо позиции с кустами там деф хорошо все будет прям офигенно и серебра будет тонна ну и прям как по заказу самый последний танк у нас здесь в ангаре прожета м35 мод 46 это наверное один из моих самых любимых прем танков на 2018 год прям только его ввели я сразу полюбил этот танк здесь все то что я люблю очень удобный увн приятный маневренный быстро ездит довольно таки очень приятная стабилизированная точная пушка здесь еще и барабан в котором вообще не надо думать он всегда сам заряжает снаряды единственное что надо иногда думать заряжать еще снаряды либо стрельнуть но это довольно таки не часто происходит я вам по секрету скажу я на нем уже давно играю так вот сколько есть снарядов столько и выплюнул есть есть по кому пострелять стреляю не по кому стрелять ну просто стою не стреляю танк просто персик очень офигенный удобный приятный тупо кайф я на нем отдыхаю это самый приятный танк который у меня сейчас есть в ангаре приятнее его просто не существует если в других я должен искать какие-то компромиссы то как любитель средних танков в этом танке я ничего не ищу я просто получаю удовольствие вот в принципе и все вот такой вот обзор ангара с премтанками мой заодно вы можете выбрать себе какие-то танки какие можно купить за голду с вами был Варчик играть красиво пока